Уважаемые коллеги, готовясь к сегодняшнему докладу, я несколько изменил его содержание в связи с тем, что результаты эмпирического исследования, проведенного под моим руководством Татьяны Сергеевны Вавакиной, которые я изложил в тезисах и которые есть у вас на руках, я посчитал необходимым дополнить теоретическим анализом, результатами теоретического анализа тех явлений, которые мы изучали, а именно феномена делового партнерства. Иначе бы мое выступление выглядело бы немножко экзотичным на фоне глубоких теоретико-метологических выступлений моих коллег. Итак, доверие и ответственность как ключевые психологические факторы эффективности делового партнерства. Да, и естественно, с большим уважением относясь к хозяевам сегодняшней конференции, к Федеральному университету и личности Вадима Михайловича Бехтьева, я озаботился тем, чтобы найти в его высказываниях подходящее в контексте тем явлениям, о которых я буду сегодня говорить. И вот действительно в замечательной работе «Коллективная рефлексология», где Вадим Михайлович выступал как основатель объективной социальной психологии, что, на мой взгляд, еще недостаточно воспринято некоторыми школами российской отечественной социальной психологии. Так вот, Бехтьев, как видите, пишет о том, что закон отталкивания, вызывающийся конкуренцией, соперничеством и борьбой, является одним из основных законов социального совершенствования. И если без социального сближения и сотрудничества не существима никакая социальная защита и никакое вообще социальное строительство, то без конкуренции, соперничества, борьбы, лежащих в основе закона отталкивания, нет совершенствования социального мира. По-моему, очень актуальные и для сегодняшней общественной жизни, и для развития нашей науки слова. Актуальность исследований, о которой я буду говорить, обусловлена рядом и практических, и теоретических причин. С одной стороны, деловое партнерство является важным фактором возникновения условием успешного функционирования организации, стабильности отношений между субъектами экономической деятельности. С другой стороны, актуальной проблемой современной социальной психологии является уточнение представлений о социальном взаимодействии. В то время как термин взаимодействия является ключевым, центральным понятием современной социальной психологии, многие существенные аспекты социального взаимодействия в рамках экономической деятельности до сих пор эмпирически исследованы крайне фрагментарно. И вообще на сегодняшний день нет единства в понимании сущности партнерства, в том числе и в сфере экономических отношений. Поэтому мы считаем актуальным изучение психологической природы делового партнерства и, в частности, отношения к нему российских предпринимателей. На сегодняшний день существует целый ряд теоретических подходов к исследованию социального взаимодействия. Мы в большей степени опираемся на теорию обмена, в рамках которой социальное взаимодействие предстает как обмен материальными и нематериальными ресурсами, которые регулируются нормами взаимности и критериями справедливого распределения. При этом важно различать равенство и справедливость из этих двух критериев, так как возможно существование, и мы это видим, неравенство, признаваемого как справедливое. Мы полагаем, что взаимность, равенство и справедливость могут быть рассмотрены как существенные принципы взаимодействия между людьми, которые определяют способы взаимодействия, используемые их участниками. Поэтому мы их называем инструментальными принципами социального обмена. На основании анализа работ, посвященных проблемам социального взаимодействия, соотношения рационального и иррационального в поведении человека, мы считаем, что можно сформулировать наиболее общие, базовые принципы взаимодействия, понимаемые как внутренние убеждения человека, определяющие его отношение к действительности, нормы поведения и деятельности. Так, прагматичность по определению является необходимым принципом экономической деятельности. Однако принятие во внимание нормативно-ценностной ориентации позволяет говорить и о таком принципе взаимодействия, как нравственность, понимаемое как следование выработанным обществом этическим нормам. Прагматичность и нравственность рассматриваются нами как наиболее общие, надситуативные принципы взаимодействия между людьми, в отличие от взаимности, равенства и справедливости, как принципов инструментальных. И далее, хотели бы акцентировать ваше внимание на центральном теоретическом положении, которое я хочу вам представить и заинтересовать вас. Это представление о ресурсно-ценностном подходе к анализу социального взаимодействия. До сих пор всего лишь две или три публикации в рецензированных журналах по этой теме есть, поэтому вы можете ознакомиться с ними и текстуально. С точки зрения представляемого нами ресурсно-ценностного подхода к анализу делового взаимодействия, существенными характеристиками взаимодействия между его участниками, партнерами, является содержание ценностей и норм, определяющих позицию, ориентацию того или иного участника взаимодействия, которое придает этому взаимодействию конкретный и определенный смысл. Утилитарно-практическая ориентация выражает отношение к обмену с точки зрения пользы, выгоды, то есть как к обмену ресурсами, которые можно использовать. Так, в случае доминирования утилитарной прагматической ориентации одного из участников взаимодействия, другой участник выступает для него по преимуществу объектом воздействия, а само взаимодействие – ресурсом, используемым для достижения утилитарных прагматических целей. В качестве таких ресурсов могут рассматриваться и сами психологические отношения, складывающиеся между участниками взаимодействия. Именно в этом смысле можно рассуждать, и это делается нашими коллегами, о социально-психологическом капитале или о человеческих отношениях, я оба термина беру в кавычки, как ресурсе повышения эффективности управления организацией. Такую ориентацию в деловом и социальном взаимодействии мы обозначаем как объектно-ресурсную. В случае же, когда доминирующей, преобладающей является ценностно-нормативная или нравственная ориентация, другой участник взаимодействия воспринимается и оценивается не как объект воздействия для достижения своих личных прагматических целей, но как равный себе субъект, который может иметь и имеет обычно свои, отличные от собственных потребностей, цели и интересы, которые следует учитывать и уважать при взаимодействии с ним. Само же взаимодействие рассматривается при этом не только как один из ресурсов достижения личной выгоды, пользы от него, но как самостоятельная ценность, заключающаяся в формировании, поддержании и развитии благоприятных для обоих партнеров взаимоотношений. И в этом смысле можно говорить о роскоши человеческого общения, я цитирую «Натуральный центр экземпири», и об абсолютной ценности подлинно человеческих отношений. Такую ориентацию в социальном взаимодействии мы обозначаем как субъектно-ценность. Анализ основных классификаций видов социального взаимодействия показал, что при всех существующих различиях в подходах в выделении видов взаимодействия у большинства авторов неизменно присутствуют два основных его типа – сотрудничество, партнерство, кооперация, я использую разные термины, и противоборство, конкуренция. При этом партнерство нередко понимается и рассматривается исследователями исключительно как сотрудничество. В теоретическом плане с определением понятия партнерства до сих пор возникают большие сложности. Это побудило нас провести теоретический анализ, и по результатам собственных эмпирических исследований, которые мы также использовали, мы даем собственное определение делового партнерства, на которое также хотел бы обратить ваше внимание. Деловое партнерство определяется нами как социальное взаимодействие экономически самостоятельных субъектов, основанное на объединении усилий деловых партнеров, направленных на реализацию их деловых интересов в рамках совместной экономической деятельности. Социально-психологическая функция делового партнерства заключается в стабилизации взаимоотношений экономически независимых субъектов за счет привнесения элементов интеграции в их, по сути, конкурентное взаимодействие и образования норм этого взаимодействия, в том числе путем выработки взаимных договоренностей и обязательств. Деловое партнерство – это сложный, многоаспектный феномен, не сводимый исключительно к интеграции субъектов, обусловленной экономической необходимостью. Он может содержать в себе различные виды взаимодействия, в том числе и сотрудничество, и конкуренцию. Его характеризуют автономность и относительно независимость деловых партнеров, чувствительность к вопросам стабильности статусов участников по отношению друг к другу, предпочтение паритетных отношений и особое внимание участников к таким социально-психологическим аспектам взаимодействия как доверие и ответственность. Но это можно пропустить для краткости. Здесь просто хочу обойти внимание, что изучая психологические отношения к деловому партнерству, мы обращаем внимание на то, что участники взаимодействия в ситуации неоднозначности, когда в деловом взаимодействии в равном степени могут присутствовать и элементы сотрудничества, и элементы конкуренции, то, как сложится деловое партнерство, во многом будет зависеть от отношения к другому участнику взаимодействия, преимущественно как к партнеру или как к конкуренту. От использования преимущественно-ресурсного объектного подхода, когда я открыто или скрытно, манипулятивно, с помощью манипулятивных воздействий, извлекаю выгоду для себя. Либо, когда я отношусь к партнеру как к равному и заботюсь не только о собственных, но и о его интересах и потребностях. И вот результаты эмпирического исследования, проведенного Татьяной Сергеевной в рамках диссертационного исследования на выборке 289 респондентов, показали, что такая характеристика, как автономность партнеров, является весьма важным критерием, отличающим деловое партнерство в представлениях и оценках предпринимателей от сотрудничества экономически несамостоятельных или иерархически зависимых участников взаимодействия. При этом поддержание стабильности экономического и социального статуса партнеров по отношению друг к другу позволяет субъектам, допускающим конкуренцию между участниками взаимодействия, сохранить отношения сотрудничества и оставаться в рамках делового партнерства. При этом выявилась обратная взаимосвязь между допустимостью конкуренции и недопустимостью изменения статуса партнеров в случае конкурентного партнерства. То есть, чем более допустима конкуренция между партнерами, тем более жесткие требования накладываются на стабильность статусов партнеров по отношению друг к другу. По сочетанию этих двух параметров, допустимости или недопустимости конкуренции и изменения статуса участников, мы выделили психологические типы делового партнерства. партнерство-сотрудничество, собственно-деловое партнерство и конкурентное партнерство. И оценили, как эти типы представлены эмпирически. То есть, в принципе, конкуренция представляется как допустимый характер взаимоотношений между партнерами, а вот в отношении изменения паритетности, автономности, здесь наши респонденты занимают более жесткую позицию. Если один из партнеров стремится выступить в роли лидера, доминирующей фигуры, это уже нарушает паритетность партнерских отношений и превращает их в некую другую форму взаимодействия. Итак, собственно, эмпирические исследования, результаты которых изложены в тезисах. Поэтому, если меня остановят, я могу на любом месте уже прекратить. Это уже было сделано после защиты диссертации. В 2012 году было опрошено 179 предпринимателей, характеристики выборки представлены. Исследование финансировалось Российским гуманитарным научным фондом, за что я очень благодарен этой организации. И целью исследования было изучение психологических факторов эффективности делового партнерства. Сразу оговорить, что мы понимаем эффективность не в таком чисто экономическом управленческом плане, а скорее как психологическую эффективность, субъективную во многом. Мы считаем эффективным такое деловое партнерство, здесь мы опираемся на мнение наших респондентов, которое характеризуется высокими оценками успешности взаимодействия, удовлетворенности самим процессом взаимодействия с партнерами, оценка эмоциональной составляющей взаимоотношений с партнерами. И в качестве дополнительных факторов показатель у нас используется оценка ценности вклада делового партнерства в общий результат деятельности и готовность самому проявлять активность и инициировать деловое партнерство. Поскольку ряд показателей оказались взаимосвязанными между ними, мы сократили с помощью процедуры факторного анализа, выделив четыре фактора эффективности делового партнерства, которые обозначили как оценку успешности процесса, оценку успешности результата взаимодействия с партнерами, и эмоциональную удовлетворенность, и неудовлетворенность взаимодействия. В качестве факторов влияющих или взаимосвязанных с оценками эффективности в нашем исследовании рассматривались отношения к принципам взаимодействия, в том числе к баз, о которых я говорил в начале доклада, в том числе к базовым прагматичности и нравственности, и к инструментальным принципам отношения, и отношения к нормам делового партнерства, отражающим ориентацию на достижение личных целей, то есть ту самую объектно-ресурсную ориентацию. Мы спрашивали, насколько допустимо, по вашему мнению, во взаимоотношениях между деловыми партнерами проявление влияния, понимаемого как давления, манипулирования, скрытности и лицемерия. И вот результаты корреляционного анализа выявили ряд взаимосвязей между полученными в результате факторного анализа показателями эффективности делового партнерства и характеристиками взаимоотношений между ними. Все принципы взаимодействия, выделенные нами, более общие, нравственность и прагматичность, и более частные, инструментальные, оказались положительно взаимосвязаны с оценками-респондентами успешности самого процесса делового взаимодействия, который предполагает активность в инициации делового партнерства, легкость и комфортность во взаимоотношениях. Это свидетельствует о важности учета всех этих принципов для успешности самого процесса взаимодействия. При этом наиболее ярко проявившаяся на этапе пивотажного исследования такая особенность делового партнерства, как взаимность, кроме того, Казару взаимосвязана с эмоциональной стороной делового партнерства, с положительными эмоциями. Взаимосвязь равенства с успешностью по результату подтверждает наше предположение о необходимости для успешного делового партнерства, паритетности отношений и стабильности статусов участников взаимодействия относительно друг друга. И вот оценки респондентов относительно допустимости во взаимодействии с партнерами влияния, манипулирования, скрытности и лицемерия взаимосвязаны с разными показателями эффективности. Так, скрытность не способствует удовлетворенности деловым партнерствам, так как в этом случае ухудшается качество и эмоциональный фон процесса взаимодействия. Допустимость во взаимодействии влияния или лицемерия не способствует результативности делового партнерства. В свою очередь, допустимость манипулирования во взаимодействии напрямую связана с отрицательными эмоциями, которые испытывает человек во взаимоотношении со своими партнерами. При этом, когда респондент оценивает допустимость такого способа взаимодействия, вряд ли речь идет о манипулировании по отношению к себе, но скорее о допустимости самому поступать подобным образом по отношению к партнерам. Видимо, не стоит без нужды прибегать во взаимодействии к манипулированию с другими людьми, если вы не хотите испытать на себе эффект бумеранга и лично раз столкнуться с неудовольствием и неприятными переживаниями. Значение коэффициента Кромбаха показывает, что влияние манипулирования скрытности и лицемерия очень сходно по своему содержанию и отражают определенные отношения к партнеру по взаимодействию, которые мы определяем как объектно-ресурсное. Ответственность и доверие появились в нашем исследовании как наиболее важные социально-психологические факторы эффективности делового партнерства. Результаты показали, что ответственное отношение во взаимодействии связано прежде всего с эмоциональной с его стороной. В целом на разных этапах, в разных ситуациях взаимодействия появление ответственности сопровождается положительными эмоциями и уберегает от негативных эмоциональных переживаний. Доверие, в отличие от ответственности, более тесно связано с успешностью делового партнерства. Видимо, в данном случае речь идет именно о взаимосвязи, взаимовлиянии. Чем легче и комфортнее чувствует себя человек во взаимодействии с партнерами, чем чаще это взаимодействие сопровождается положительными эмоциями, тем более он склонен доверять своим партнерам в долгосрочных проектах. С другой стороны, чем более доверительные отношения между партнерами, тем больше возможностей открывается для успешности делового.